У меня сотнищ standalone играют вопросам Жизнь на наасмерть! Аааааа!!! Это наш! В кнопки центробанка на них нажимают на юбиле Альберт Нурминский, шерстяной геликой, это вообще не по-пацански, короче, на самом деле. Как тебе пришла в голову мысль сделать тот свой трэп, который взорвал всю Россию. Его просто как бы на Северный полюс отправили, медведь замерз. Тренировка для оптики стала таким грозным, как мы и хотели. Просто потрогай. Это просто, это камень. Теперь он реально стал весить тонну три минимума. Ангелина, это для OnlyFans? Что ты сказала? Не, ну, знаешь, когда ты приходишь к терапевту или там, он тебе вот так вот по коленкам пичит. То же самое сейчас с гельком сделаю, просто проверяю, есть какая-то ответная реакция или нет. Пропульпировать пытаешься. И потом, просто, знаешь, ответная реакция, когда доктор проверяет его коленку, и ты ему потом... Так и выглядит пушистый гель, который проехал тысячи километров. И, как видите, он превратился в одну большую сосульку. Но нам нужно снимать, поэтому решить проблему нужно очень быстро. А вдруг он там был? Давай сейчас я посмотрю на секунду. Ну, опыт в разбивании лобовых стекол у меня уже есть на гелике, поэтому так хорошо делаю. Ну, а пока не отходит. Надо еще время. Нет времени объяснять, ребят, я в Казани, и сейчас я буду соревноваться на гелике и шерпе. Здесь Павел, он сериал киллер, и он хочет сегодня забрать тысяч рублей. Да, я Павел, я киллер, и я хочу заполучить эти деньги. Итак, к условиям. Если Павел попадает в пинтбольное оружие по моему гелику, то игра оказывается законченной, и Паша забирает свои сто тысяч рублей. Но хочу напомнить, что у меня гелик, там под капотом 5 литров, очень много лошадей, а эта тачка разгоняется максимум до 30 км в час. Там сколько? 56 лошадей. 56 лошадей? Литров? Да. Полтора литра. Я думаю, победа за мной. Ну что, нету времени размусуливать, надо начинать. Раз, два, три. Павел, мы стартанули уже. Подождем. Скорость и мощность здесь не главное. Главные колеса. Я не уманяюсь. Я знаю, как срезать путь. Блин, я эту трассу вообще впервые вижу, ребят. Вау. Но пока идем хорошо. Хорошо. Блин, мне кажется, победа в кармане. Ну вообще на изи. Он что, до сих пор стоит там? Он не сдвинулся с места? А чего он ждет? Ты ему сказал, что надо стартовать? Это же было при мне и тебе. Санек, привет. Слушай, айда на рыбалку сходим. Я вчера ходил здесь, щуки полно вообще. Идет не дуром. Давай завтра с утречка соберемся, сгоняем. А вообще, Паша, не только сериал киллер и владелец этого шерва, но еще и один из владельцев крупнейшей сети по ремонту автоматических коробок передач всех модификаций – агрегатка. Почему вообще стоит доверять агрегатке? Первое – опыт работы более 20 лет. Второе – гарантия на все виды работы до двух лет. А между прочим, у них филиалы раскиданы по всей России более 34, поэтому ищи агрегатку в своем городе. А еще у них собственный склад с запчастями и расходными материалами, поэтому если у тебя есть какая-то проблема с коробкой, то тебе точно к ним. И главная фича – у них есть бесплатная диагностика. Но это не все. У компании есть своя гоночная команда. Парни участвуют в дрифт-соревнованиях, а также организовывают и свой зимний чемпионат, картинги и, конечно же, оффроуд. Ну, как бы для чего мы сегодня здесь все и собрались. Кстати, приятный бонус. Всем, кто придет от меня, ребята дадут скидку 15% на все услуги. Срок акции до 1 марта 2023 года. У меня капот просто открывается и закрывается. Блин, когда за тобой гонится, на самом деле, такая огромная херня, как шерп, ты волей-неволей хочешь по-быстрее от него уехать. Пока изи, вообще изи-катка. Нормально. Нормально. Это был фальш-крик. Посмотри. О, жесть! Нет, 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 нет! Просто так. И что мне этот шерп сделает? Уже ничего. Я чувствую, что нам нужно сократить путь, и этот путь сокращается через поле, поэтому... Да смотри, подожди! Нормально, нормально! Просто жесть! Просто мне сейчас путь зашкаливает! Нормально вообще в смысле? Блин, тут так болото сейчас какое-то будет просто жесткое! ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Я всегда мечтала просто прокатиться по полю, понимаешь? Просто по полю прокатиться. Просто мразь, что-то такая едеет. Во, нашли путь, отлично. Мне кажется, я вижу нашу базу. Вон там буханка стоит. Мы почти на локации. Я чувствую, что мы, в принципе, уже выиграли. Так, где он реально? Где он реально? И он до сих пор на месте там стоит. Короче, здесь где-то должен быть последний участок, съезд перед базой. А главное, не пропустить. Вот, вот, вот. Ты что, гонишь? Я не смогу здесь ехать. Ну, блин. Мы перевернемся, Коль. Там через... Я вижу его! Я вижу его! Как? Куда? Где он? За нами! За нами! Блин, какой стрёмный! Я чувствую, что мы пробили дно. Просто сейчас... Где он? Где он? Коль, где он? Вон он, вон он, сзади! Где? Я не могу понять, где сзади! Мне страшно, мне страшно, мне страшно, мне страшно! Я его не вижу! Где? Где он? Гасуй, гасуй, гасуй! Ты слышишь? Мы что-то оторвали. Походу, да. Нашли поломку, сейчас устраним. Погнали! Ну, что мне важнее, потерять 100 тысяч рублей или денег, я не знаю! Блин, он такой стрёмный! Я не переживаю! У меня пульс... Блин, у меня просто пульс шотка сейчас! Причем он может захотеть с абсолютно разных углов, понимаешь? С северо-востока, юга и запада! Так, походу, мы немного оторвались от него, я его не вижу ни слева, ни справа, но... Чтобы попасть на базу, нам нужно проехать этот долбанный спуск! Очень сложный и очень крутой! Я боюсь, что просто гелюй и не проедет там! Поэтому поддержите меня лайком! Это что такое?! Это наше! Это наш выход?! Что там? Это как вообще?! А я думаю, почему как будто чего-то не хватает! Ты посмотри! Он даже дымится до сих пор! Это целая банка! Это единственное, что было оригинальным пропуском в этой машине! Это просто жизнь! А что там сейчас без этого? Пап, давай проверим выход, как он сейчас звучит! Давай! Пофиг на шерф пока! Могу сказать, что выход стал намного лучше! Профессиональная ликвидация ваших катализаторов! Обращайтесь в блондикадрайс.ком Реально лучше звучать в софт, да? Здесь надо быть очень аккуратно, потому что... Смотри! Блиииииии! ЖЕСТЬ! Какая! Быстрее, 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 быстрее! Он просто везде может пролезть! Я в шоке! Это просто мразь какая-то! Сервер из преисподней! Если честно, я уже... Не могу! Я уже... Давай, давай, давай! ...в изнеможений ходить! Вопрос на сотку, в смысле? Это оно? Да, да. Мне надо сейчас спускаться? Так. Быстрее он сзади! Да, 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 аккуратно. Ты уверен, что мы по правильней дороге едем? Здесь очень сложно, Коя, здесь очень сложно ему идти. Он прям зарывается. Аккуратно. Он все равно пушистый. ЛКП уже никакого нет. Так, ну все, мы почти на базе. Погоди, погоди. Что? Ты видишь там? Стой! Во-первых, тут спуск, и там река. А ты уверена, что нам туда? Давай посмотрим по карте. Ну да, вот мы. Блин, да, вот мы, вот булавка. И как нам туда? Там даже моста нету, Коль. Это может есть. Давай съедем, может быть, он левее где-то находится сейчас. Да нет, он выбирал путь в трассу под себя, чтобы забрать себе бабки. Это ж, что вы. Так, и что? И где? Какой мост, там нету моста, Коль? Давай выйду, возьму, блин. Я поняла для себя из последних оффроудов, что не надо лезть в воду, не зная броду А здесь конкретная вода и конкретный брод, блин Коль, даже если мы проедем дальше, там метка стоит, как мы заберемся на стену Скажи мне, она просто под углом 90 градусов А там есть, может, объезд какой-то? Какой объезд? Нету, блин, просто туда и обратно, вода Давай обратно, я не знаю, может, поедем по другому пути Ааа, блять! Просто езжай Подожди, не надо забраться обратно на гору Блин, посмотри Ребят, да, по моим крикам вы можете подумать, что я умолешенная Но вы только представьте себя на моем месте Откуда ни возьмись, появляется огромная махина и начинает переть прямо на себя Как в ужастике От этого любому станет не по себе Да давай газу! Газу! Такое ощущение, как будто мы не на 100 тысяч рублей играем, а просто на жизненно-насмерть! Офигеть! Офигеть! Что с геликом? Я думала, что я в этой схватке максимум потеряю 100 тысяч на не тачку! Ангелина, сваливай! Я не могу, у меня дымится все! Блин, что с тачкой? Все. Это все. Что с тачкой? Но там температура 120, понимаешь, и выше. А, вскипело? У него даже лед отошел на капоте, конечно, вскипело. Давай откроем. Просто жар такой, что об него можно греться всем лесом. Ну все, бабки. Гейм овер, ребят. Капец, так просто ты проиграла эту сутку? Коль, я сейчас о сутке вообще не думаю. Я думаю о том, что я потеряла машину. Я поменяла только что движок на Е38 и, походу, мне предстоит замена движка на G500. Кайф. В тачке? Реально хана. Да ладно, не расстраивайся. Наша команда поляну накрыла. Пойдем покушаем. Это мы любим. Ну что, всем интересно, что это за неубиваемая такая вещица сзади меня стоит, которая может сломить все, что есть на дороге, как сейчас вот в этом фрагменте она сломила просто дерево. Я никогда не видела ее вживую, просто помните меня и колесо этой мохидки. И сейчас мы узнаем, что творится у этого монстра в кабине. Прошу на водительское место сразу. Как я понимаю, на механической коробке мы ехали, да? Конечно. Здесь есть педаль сцепления, педаль газа. Тормоза нет, тормоза. У себя отварочек. Сейчас будет самое интересное. Будем мучиться ездить. Объяснет? Может, ты бы сначала приезжал? Не дай. Так, мы направо поворачиваем. Так, налево. Вы когда-нибудь видели такую трубку? Это просто, я не знаю, сложнее, чем трактор. Ну, от того, что ты не понимаешь, как эта штука работает и на что она способна, тебе, конечно, страшно. Ну, ты заехала прям как профессионал, с первого раза. Ну, до скорости 5 метров, сейчас, да. Да, чтобы будет стоять под... Какое у вас посвящение? Вот у вас шерпист, да? Я профессиональный шерпист. Какое у вас посвящение? Ну, как ты гадала, что у нас будет посвящение? Какое посвящение? Давай, сцепление нажимай, первую передачу. А можно мне сказать, что это будет? Слушаем инструктора. Ребят, если меня не станет, то просто, знаете, что я буду рада в раю видеть, как вы поставили лайк и написали комментарий. Все, пока. Ты так ем! Прямо будет дальше. Ты не боишься, что ты сейчас в озеро поедешь? Ну, ты же сказала, надо шерпистом стать. Как пройти обрядчик? Калина, отмена! Отмена! А, 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 а! А, 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 а! КОНЕЦ КОНЕЦ Шансов у меня на Гелендагине было ноль, потому что наш маршрут проходил через эту речку на другой берег Вон туда? Да, то есть я никуда не торопился, я знал, что сопка меня будет нормально Я прошла посвящение в Шерписный Ребят, мы заехали в озеро, и один из нас пострадал Это кабель от телефона, поэтому сейчас звук будет писаться с камеры, ровно с камеры, но не с микрофона Отнеситесь с пониманием, пожалуйста Краткий обзор на Шерп, что там есть? Вы спросите у меня, что здесь общего с Maybach 57 Датчики Датчик солярки Моточасы Температура охлаждайки Заряд аккумулятора Давление в шинах И приборка На ней очень много кнопочек непонятных ЦБ Это, наверное, кнопки центра банка На них нажимает на Биулина Но если посмотреть вот сюда, здесь есть кондиционер, который даже вроде работает И руль Лево Право Лево Право А еще это очень крутая тусовоска Здесь 12 посадочных мест, но это еще не грань Если кто-то превратится в селедку, может залезть и больше людей Признавайся, сколько ты его купил? Ну это вообще очень долгая и очень мутная история Там обмен, обмен, подарок, не подарок, это все сложно Но цена такому сейчас на рынке стоит? Сейчас от четырех, наверное, больше Угу Это вот, ну, старенький, так скажем Не молодой Это самое первое поколение? Да, это самое первое поколение Мы все знаем, что шерп очень ломучая тачка, что у тебя ломалось? Он уже прошел у нас огонь в воду и медные трубы, как говорится, да? В принципе, это ничего Была одна поломка за всю историю И она была предсказуемая Для этого даже есть запчасть, которую возишь с собой То есть это грибок, который срывает и чрезмерных нагрузки на колес В принципе, все Если что, это не нативная реклама шерпа Мы просто снимаем жизнь Бурение дорого Если вы думали, что на этом ушел заканчиваться, то как бы не так Я буду сейчас делать обзор на каждую машину, которая стоит здесь Погнали! Начнем с того, что каждая машина, стоящая здесь, все выше и выше меня ростом Посмотрите, какого размера это Chevrolet И это не совсем Chevrolet По документам ГАЗ-66 Вы скажете, чего? Ты нас обманываешь, это Chevrolet Silverado Но нет, ребят, доки не врут ГАЗ-66, здесь от ГАЗ-66 самое ценное Это рама и мосты, в которые военность будет уроками Все остальное Америка Отдельный челлендж для меня это полторашки забраться вот на эту огромную махину О господи, вот это реальная баранка огромная Зацените просто какие диваны Как у бабушки в квартире прям Ну это стиль Можно завести? Тут везде мотив черепов Что внизу на кардане, что здесь Кстати, мотор здесь тоже американский Просто у него огромная торпеда, огромный руль, диван, причем слитный абсолютно А еще у него американского типа коробка передач, которая переключается прямо с руля Ну и это еще не все Это что? Мой гелик, я вернула его в сток? Как бы не так, ребят Это собрат Sherpa по своей вездеходности И он приехал к нам, чтобы мы его затестили Это будет самый смачный и сочный офф-рофф в вашей жизни Это настоящий 6х6, но не совсем То есть у него полный привод, все три моста гребут Но гелик у нас 2002 года, немножко переделка, то есть реплика Интересные особенности этого гелика Дверь на гелике, как всегда, это очень важный субъект любого Гелендвагена Здесь она тоже есть И там даже есть снег И есть звук Так, а что у нас здесь внутри? А, это же Тесла, мы не торт, что ли? А как? Это не настоящий гелик, это не гелик Я же говорил, это реплика Ручка убрана, панель кожи оттянута Напишите в комментариях, как назвать теперь этот автомобиль Ладно, я залезаю в него тогда За что держаться, я не знаю Давай, лезь Лезь Ого Ну, кстати, это очень-очень крутая переделка Ну, за исключением строчки, которая немного выпившая Была сделана, видимо, специально полностью с нуля торпеда Потому что, ну, в обычный гелик не влез огромный монитор И, конечно, здесь все в стиле Брабус То есть это как будто гелик 606 Брабус Майбах Эдишн Тысяча хорспауэр Что там еще бывает? АМГ АМГ 5,5 Мэнси Мы прыгнули в Добрыню и двинулись на оффроуд Но вот, блин, незадача Зима, темнеет рано А жестко месить снег в темноте удовольствие не уровня баунти Поэтому пришлось закруглиться пораньше У нас мы ели на заднюю полю Давайте погребти, да? Какой он высокий ужас! Просто ужас! Ты знаешь, как мы подъезжали к этому полю и нам было страшно там езжать? Мне кажется, сейчас вся трава будет там чисто по колено Я думаю, так и будет Пипец, это ты глянь, что сзади будет смыло Так, мы переместились туда Ура, ура Гуда, гуда Эта пиканска поможет тебе Просто какая-то сходка луноходов Так, ну и, конечно, классика нашего автопрома Это вазик, причем он новый и он на автомате А что такая молодая и красивая девка забыл в таком мужественном транспорте? Почему? Вот на автомате, беленький, красивенький А ты кольцевая огонщица? Ну так, немного Вы прикиньте, она еще с собой шлем притащила, между прочим Да, он сам сзади прячется Ребят, это была лютая вакханали, я надеюсь, что вам все это понравилось Мы это не планировали, но она сама как-то с собой образовалась Поэтому с вас лайк, обязательно комментарий, чтобы мы мотивировались сделать такие видео дальше Всем пока-пока и до новых встреч Не знаю, давай пробуем завести Надо ее завести, чтобы она была этого Так... Катя! Я лучше пешком Ребята, приехала на Делюгу с одним, короче, ты казанский, да? Казанский кентом. Взлетает Афиз. Альберт Нурминский. Йо, здоров. Короче, ну мы тут как настоящие гелиководы. Собрались вместе, и сейчас Альберт должен оценить вот этого уродца. Ну сейчас он стал уродцем уже, но так он был достаточно нормальным мишкой. Шерстяной геликой, это вообще не по-пацански, короче, на самом деле. Знаете, если кто будет смотреть, то шарит, вообще не по-пацански. Это твой получается, да? Если для девушки, то... Ты еще говорил, что он типа с тушками был, как зайчик-то, наверное, переставал. Да, он его подхалит. Но если для девушки, то просите. Нормально, прикольно. Но если еще посмотреть его летом, такой, знаешь, когда он будет в пушистнике, то еще плюс 2 балла, наверное, будет, а так троечка. Как ты думаешь, как мы его приклеили, может, или что его сейчас сделали? Ну мне кажется, с этой стороны, как двусторонний скотч, типа не знаю, шерст на него, потом как-то, наверное, не знаю, как его клеить. Это, наверное, очень было сложно, я даже не представляю. У меня тянули в мат, ну, я... Ребята мучились. Это моя любимая рубрика. Что я тебе скажу, что его не приклеили, его на саморезы насадили и придурявили полностью каждый сантиметр этого гелика? Больше... Делайте как его, пожалуйста, ребят, кто смотрит проект. Не мучайте гелик, пожалуйста. Купите четырку. Дырявьте! А ковром, как нашел туман, сделайте, да? Ты серьезно? Сколько здесь саморезов? Пойдите, подойдите. Зачем так делать точно? Кто дал девушке гелик? Да, у меня какая-то шерстика какая-то у меня висела. Подожди. Серьезно? Здесь этот саморез был, прям, знаешь, такой оборуд. Нет, а как, типа, сначала какой-то кусок, ну, какой-то кусок получается, да? Он, наверное, на пластик, ну, как бы на железке. И эти железки... С трех вторых, я, наверное, так понимаю. А как? Как его на саморез можно присоединить? Это, наверное, пришло к нашему властью, но я предполагаю, что просто брали шкуру и просто с другой стороны открываешь гнести. Здесь верная карта была снято, и он, получается, вот так вот просто верлен. Они с другой стороны, да. А он у вас сейчас начнет гнить в курсе, если уже, наверное, не гниет. Блин, реально, он же там каждый день под влагой стоит. Вы че? Блин, жесть! Короче, это крайний проект Евгения. О, у тебя салон такой? Это от какого? Это вообще от Вшки, да? Это вот этот. Это от этого салона, да. Да, но он перешит. А полностью перешит. На панель, конечно, у тебя. Нет, БКС хорошо постарались, Кангер. За это мы спрашиваем. Что вы с ним делать дальше? Как вы думаете? Что вы будете делать дальше? Спилить крышную. Гелика вриолет на лето. Как еще можно его уродить после такого? Я не считаю, что Гелика это Мерседес с тачкой. Я считаю, что это вообще обособленная машина, поэтому я вообще BMW. Гелик это Мерседес вообще. Мерседес вам лап. Так, в секрет. Мерседес не знаю. Нет, на самом деле я вот не хочу, ну, навметать и потом, чтобы говорили Альберты и BMW. На самом деле мне все без разницы. Я просто, ну, езжу, кайфую, на Мерседесе такого. Этого нету, что я не люблю BMW. Мерседес классный маршрут, отлично, но у всех, ну, любители, знаешь. Короче, что-то, что-то по душе. Кому-то, кому-то чай, кому-то кофе. Главное, ребят, кайфуйте, вообще получайте удовольствие. Это вообще безрайцы, кто на чем катается. Некоторые люди с ЧПР, получают удовольствие. Я думаю, вы будете его в новый обвес кидать, короче, от нового там гелика и будет он 2000 год, 98 год, гелика как новый, короче, вы будете говорить, а как ты думаешь, какого года эта гелька? Все вот говорят, да, наверное, 18-го года. Нет, а он 98. Там моим голосом, что-то вообще интернационально копируешь. А ты сказал, что у тебя какой-то большой монитор стоит, да? Да, у меня там много тоже переделок. Ну, сколько ты мне уложил? Единицы. Звездное небо там есть, просто надо включить. Хорошо. Только не тяните, пожалуйста, гелики, шерсть больше, ребят. Видишь, Киева? Коля, что сказал? Я не слышала, что сказал. Не тяните больше гелики, шерсть. Опять не упустил. Очень много чего сделано, потому что это мой любимец, скажем, да? О, матковый. По-моему, вообще был глянцевый. Самый истоковый тип гелька. Да, вообще самый истоковый, шерсть и тут менялось. Много чего. Сделано шумка, гидрофоб, изоляция, потолок, музыка, монитор. У меня еще стоял, короче, этот, на капоте. Диффузор, да, вот этот. Он, короче, он у меня два раза отлетел просто в пути, так, чш, прикинь. Диффузорный гелик. Потом, решетка, радиатор. У меня, кстати, пойдем фары покажу. Загляни в фары. Загляни в фары хорошенько, если ты увидишь что-нибудь. Гравировку видишь? Твои глаза. Это пологатил. Что, где, подожди? Корона? Корона и 105. Короче, твой гельки невозможно угнать, потому что все понимают. Не, вообще не вариант. Просто оглонасом отслеживается. Мененная оптика. Тут не всенок, тут диоды, кенгуру. 22 этап. Короче, выхлоп. Ты послушала выхлоп какой-то, нет? Аманутские самовары, так же, отрубают браку. И звучит это... Ой. Жизнь. Хорошо. Сразу, чтобы он начинает качаться. А ты считаешь, что звездное небо выглядит типа пасола? Мам, ты считаешь, что нет? Ребята, считаешь, что нет? Музыка. Афиши на Казань, который у меня будет скоро. Как тебе пришла в голову мысль сделать тонкую трек, который я взорвал всю Россию? Приходит, это приходит все спонтанно. Просто в одна часть и в одна минута. Самая главная идея была, знаешь, какая? Валим-валим, гелендваген-ваген. Я, короче, мылся. Я вот всегда это говорю, блин. Что ты делал? Я реально принимал душ. Я просто напевал, как обычно артисты. Ну, реально, потому что душ, такая акустика. Классные, ну, как бы и мысли идут. Я просто валим-валим, гелендваген-ваген. И валим-валим, гелендваген-ваген. Все. Я думаю, я реально выхожу мокрый, записываю заметки. И все, от этого я отталкиваюсь. И вышел такой текст. И вот он, матовый на 22-й. Все как песен. Надо просто соответствовать, ребят, и все будет нормально. Соответствуйте. Просто, ребят, соответствуйте с вашим словом. А, здесь зима 21-й. Да, ну, на лестик 22-й. Оу, матовый. Так, и сейчас движалка. Топ-3 идеи от Альберта. Что сделать с пушистиком? Короче, у меня слабость на диске. И за это самый первый, наверное, будет. Я потом сам фанатею от дисков. Наверное, какие-нибудь большие диски надо туда поставить. Следующая идея. Кстати, а вы слышали за Гелик с музыкой, которая как трансформер раскрывается? Что? Он есть в Подмосковье, где-то Гелик. Короче, у моих знакомых. То есть, дверь открывается как в Тесле наверх. И вскакивают колонки такие. И наверху потолок резанный. А, как-то и открывается. Там уходит диджейский пульт, короче. А потом от басов, которые летят от двери, он взлетает. Да. Ну, не знаю. Нет, такой вариант тоже есть. А что еще можно сделать? Есть, не знаю. Третий, последний. Третий, последний. Отлетевшая идея. Ну, короче, просто сделайте себе самолет. Рилли. Вообще, Гелик. Ну, аэродинамика, конечно... Гелик, самолет, короче. Аэродинамика, конечно, будет страдать, но... Ну, да. Если он на скорости 225, уже куда-то взлетает. Мне кажется, просто... Если я сделаю Гелик, самолет, песню напишешь, что-то... Да. Будем... Ну, что-нибудь напортим, да. Скажем пинг-пинг, что-то хорошо. Да. Все, спасибо, Эггер, запрещаю. Спасибо вам. Тебе удачного встречи в концерте. Вот. И тоже напишите поддержки слова там. Альбер.